Притча 24. Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их и о злом говорят уста их. Мудростью устраивается дом и разумом утверждается, и сумением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость, у ворот не откроет он уст своих. Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником. Помысл глупости – грех, и кощунник – мерзость для людей. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот, мы не знали этого, а испытывающий сердца разве не узнает? Наблюдающий над душою твоею знает это, и воздаст человеку по делам его. Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей. Таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай места покоя его. Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым, потому что злой не умеет будущности не имеет, светильник нечестивых угаснет. Бойся, сын мой, Господа и царя, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них, и беду от них обоих кто предузнает. Сказано также, мудрыми иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному, ты прав, того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена. Вопличающие будут любимы, и на них придет благословение. В уста целуют, кто отвечает словами верными. Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой. Не будь лжесвидетелем на ближнего своего. К чему тебе обманывать устами твоими? Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним. Воздам человеку по делам его. Проходило мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот. Все это заросло терном. Поверхность его покрылась крапивою. И каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я. И обратил сердце мое. И посмотрел. И получил урок. Немного поспишь. Немного подремлешь. Немного сложив руки, полежишь и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Продолжение следует.